Перед началом этого видео хотела напомнить вам, что все мои влоги из Кореи вы сможете посмотреть на моем влоговом канале, ссылку вы найдете внизу в описании под этим видео, и также там вышел влог из самолета. Всем привет, ребята, меня зовут Ники Макалин, и внимание, сейчас будет самое долгожданное видео с крутыми покупками. Я покажу вам покупки, которые совершила на последних своих нескольких шоппингов в Корее, и здесь будет все самое мое любимое, самое классное. Так что, если вы любите мои видео с покупками, то обязательно ставьте пальчик вверх под этим видео и подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. И для вас у меня есть отличная новость, в этом видео я устрою очень классный конкурс, так что обязательно смотрите это видео до конца, а теперь погнали! Хочу предупредить вас заранее, в этом видео будет очень много покупок фила и очень много слова «очень». Начну, пожалуй, я сначала с обуви, потом перейдем к одежде, и уже после этого я покажу вам все свои аксессуары, сумки и тому подобное. Первое, что я хочу вам показать, это вот такие мои кеды фила. Как видите, я их ношу просто не снимая с тех пор, как я их купила. Я их приобрела в одном из своих видео с шоппингом, и, о боже, это самые лучшие кеды в мире, которые только можно было придумать. Внимание, у них есть липучка, то есть они не на шнурках, это огромный плюс. Точно такая же модель у филы есть, но только со шнурками. И когда я шла покупать себе кеды, я сразу определила, что нет, я хочу кеды на липучках. Потому что мне настолько надоели мои кеды-конверсы с шнурками, что я решила, что я хочу вот такие вот белые с липучками. Очень много расцветок вот этих ставок у фила, но я решила взять именно розовую. Не знаю почему, мне показалось, что она менее всего выделяется и подойдет абсолютно подо все. Эти кеды я ношу и с платьями, и с джинсами, и с шортами, и с юбками. Такая вещь должна быть у каждого в гардеробе. Кстати, я влюбилась в эти кеды тогда, когда покупала свои филы дизрапторы, которые я тоже очень люблю и ношу не снимая. Серьезно, я ношу всю обувь сразу. Угадайте, какая будет следующая вещь? Я еще нигде ее не показывала, ни на влогом канале, ни в инстаграме. Па-бам! Это модель фила кеды в коллаборации с покемоном. Смотрите, какая классная, крутая коробочка. Она вообще просто бомбезная. Я когда увидела эти кеды, я сначала не решалась их взять, но влюбилась в них сразу. Я подумала, нужны ли мне кеды еще одни или же не нужны. В принципе, у меня обуви и так очень много. Но когда я примерила вот эти вот черные кеды, как видите, я их еще даже из упаковки не вытащила. Это самые красивые черные кеды, которые вообще могут быть. И плюс ко всему то, что еще идет коллаборация с покемонами, это вообще моя любовь. И я даже перехотела покупать вообще какие-либо венсы. И да, они идут на шнурках, и я даже согласна каждый раз их шнуровать. Они настолько классно смотрятся с шортами тоже, с юбками. То есть это универсальная вещь. Посмотрите, как ярко, красочно и дерзко они смотрятся. В комплекте идет вот такой вот значок. У меня это с Пикачу. Там также были другие покемончики, других расцветок кеды. И, естественно, другие значки. И как многие из вас уже поняли и многие из вас уже давно знали, что я очень люблю бренд Фила. Поэтому я решила взять точно такую же обувь, как у меня, но только своему мужу Сержу. Это тоже белые кеды на липучке. Кстати говоря, эта модель была создана для теннисистов и была вдохновлена именно таким стилем. Это мне очень нравится на самом деле. Это именно мужская модель. Я ему предлагала разные расцветки, разные модели. Но он сказал, что хочет именно как у меня. И взял в их классической синей-красной такой вот расцветочке. Кто смотрит мой влоговый канал, некоторые покупки из этого видео они могли уже на мне видеть, когда я их носила или когда носила Каролина. Я ей тоже решила купить кроссовки Фила. Ей я решила взять тоже в их классической версии. И посмотрите, они насколько маленькие, насколько крутые. Теперь это ее тоже самые любимые кроссовки. Они настолько классно смотрятся, ко всему подходят. И даже под платье. Кстати говоря, да, мне очень нравится тренд в Корее, то, что можно носить массивные кроссовки под платье. Они настолько круто и мило смотрятся. Я точно знала, что в Москве такую маленькую модель, оригинал я не смогу найти, поэтому я решила их купить сразу ей здесь. Давайте мы немного закончим с кроссовками. И сейчас хочу вам показать открытую обувь, которую я купила себе на лето. Первое, это вот такие классные бежевые босоножки, которые подойдут абсолютно ко всему. И это босоножки какого-то корейского бренда. Я не знаю, честно говоря, его название, но они делают очень классные, вот такие вот классические босоножки, туфли на шпильках. И большой у них выбор, короче. Они мне понравились, потому что они на платформе, удлиняют зрительно ноги и вообще красиво смотрятся под любое абсолютно платье. Также на лето я купила себе вот такие тапки. Когда я их увидела, я влюбилась в них просто с первого взгляда. Это тапочки с вот такими хомячками, как я их называю, пумпончики. И круто они смотрятся и под шорты, и под платье. И вообще редко бывает, что какие-то тапочки подходят под платье, да. Но это именно такой игривый вариант. Они мне очень понравились, поэтому я решила их купить. В своих прошлых видео с покупками из Кореи я вам показывала тапочки свои от New Balance. И таки, да, они оказались городскими. И теперь мне нужны были тапочки, которые я смогу мочить. Точнее, мочить ноги в этих тапочках. Поэтому я решила себе купить вот такие. Они очень красиво смотрятся, с шортами. Такие настолько яркие, красочные, летние. И посмотрите, вот эти разноцветные полоски. Просто, не знаю, моя любовь. Кстати, если вы не видели мои предыдущие видео с покупками из Кореи, то обязательно посмотрите. Там я тоже показываю очень много разных и интересных покупок. Все ссылки я оставлю вам внизу в описании. И также смотрите мои видео с шоппингом. И если мне в чемодан поместятся мои любимые черные тапочки, которые носят абсолютно все в Корее, то я обязательно их заберу. Следующая обувь – это покупка-подарок от Вики. Это вот такие классные тимберленды в классическом их исполнении. Их классический цвет. И они настолько крутые. Я в них просто не вылазила, когда только прилетела в Корею. И получается, весь апрель и даже часть мая я ходила в этих тимберлендах. Потому что они, во-первых, водонепроницаемые, серьезно. Их можно будет носить и в дождь тоже. И настолько классно смотрятся. Абсолютно с любой одеждой они и с платьем классно смотрятся, и с джинсами. То есть такой грубый немножко стиль. Этот подарок достаточно серьезный. И мне нравится то, что я смогу носить эту обувь как минимум три года. И давайте покажу вам последнюю обувь, и потом уже перейдем к одежде. Это вот такая классическая черная обувь, которую можно будет носить и с брюками, и с джинсами, и с платьями. И она мне понравилась тем, что она идет в таком немножечко мужском стиле, с моими классическими брюками. Это просто круто смотрится. Мне в последнее время очень нравится мужской стиль на женщинах. Здесь в Корее, так, кстати говоря, тоже в тренде. Это обувь тоже какого-то корейского бренда, который я не знаю, честно говоря. И давайте уже перейдем к одежде. Мне уже не терпится показать вам свою покупку худи-толстовки от корейского бренда Prospex. И если честно сказать, то раньше я не обращала на него внимания, пока не увидела, что лицо этого бренда, группа Momoland, и они как раз-таки рекламировали вот эту линейку. Естественно, рекламный ход этой компании сработал, и мне захотелось ее купить. В своем инстаграме я у вас спрашивала, стоит ли мне покупать или не стоит, и многие проголосовали, что да, стоит, она крутая. Я, пожалуй, соглашусь, у нее очень красивый красный цвет, который не уходит ни в оранжевый, ни в малиновый. Эту толстовку можно будет носить и с шортами, и с джинсами, и с какими-то спортивными штанишками, тогда получится как костюм. И красный цвет можно сочетать и с черными брюками, и с серыми штанами. То есть вообще универсальная такая толстовка в корейском стиле, я просто от нее тащусь. У меня были сомнения, покупать ли мне эту толстовку или нет, потому что она стоила достаточно дорого, но сейчас, когда я ее купила, я вообще нисколько не жалею, что потратила эти деньги. Мне каждый день интересно, от вас поступают вопросы, где можно заказать филу не подделку, а оригинал, где можно купить в корейском стиле одежду, вот, например, как вот эта толстовка. Если вы захотите какие-то кроссовки фила, дизраптор или же кеды на липучках те же самые, вы можете сделать заказ у Вики в интернет-магазине в Инстаграм. Ссылку, кстати, я вам оставлю внизу в описании, так что заходите в их профиль в Инстаграме, там вы сможете все это заказать. И вот они, кстати говоря, те самые классические брюки в мужском стиле для девушки, которые я буду носить под эту черную обувь. И также эти брюки очень хорошо сочетаются с грубыми кроссовками или же даже с кедами. Красиво тоже смотрится. И для классической вещи, мне кажется, они стоили очень недорого, где-то 30 долларов. Мне кажется, что за такую вещь 30 долларов – это просто копейки. Я покупала себе две пары шортиков на лето. Первый – это вот такие черные. Мне нравится то, что сейчас актуальна резинка именно, а не пуговицей, не ширинки. Это очень круто, потому что удобно на самом деле. Их можно надевать под майки, под блузочки, вообще абсолютно подо все. Такие универсальные шорты. И вторые шорты другого цвета. Светлые я решила взять. Почему бы и нет? Одинаковые, просто разного цвета. И мне они очень нравятся. Многие из вас просят показывать, что я купила в подарок своему мужу, Сержу. И помимо кроссовок, я ему решила еще дополнить образ вот такой футболкой от Calvin Klein. Она очень красиво смотрится. Мне понравилось то, что у нее такой стиль. Знаете, можно и под джинсы с этими кедами надеть. Здесь большими буквами написано Calvin Klein Jeans. И сейчас очень модно с логотипами брендов носить одежду, обувь и вообще сумки. Сейчас, если вы заметили, везде практически так. Кто смотрит мой влоговый канал, те некоторые вещи из этого видео могли уже видеть. Также, помимо этой футболки, я ему решила еще купить футболку от корейского бренда Spao. И этот бренд рекламировали EXO. Они какое-то время были лицом этого бренда. Смотрите, какая красивая, просто обычная белая футболка с хэштегом. Ничего лишнего. И следующая футболка тоже идет от Spao. Это такая мятная, красивая футболка. Она идет как унисекс. Если подобрать себе по размеру, то можно и женский вариант взять. Очень красивая такая, летняя. Кстати, от Fila у меня еще есть вот такая классная черная кепочка, которую мне подарил мой друг в Корее. И она мне настолько нравится, потому что подходит абсолютно подо все. Что ж, с одеждой мы закончили. И давайте покажу вам сумки, аксессуары, которые я купила. И также я купила себе чехол на айфон. Он мне очень понравился со своими пухлыми сердечками, которые очень красиво переливаются на солнце. И мне кажется, что на лето этот чехол отлично подойдет. У меня уже есть поясная сумка от Fila. Один шоппер, который я ношу с платьями. И мне нужен был шоппер, который я смогу носить с джинсами, с шортами. Поэтому я решила себе купить. Буквально вчера ездила. Купила вот такую сумочку. Это сумка от Disney оригинальная. Поэтому я решила ее сразу купить. Она, смотрите, как классно смотрится. Настолько летняя. И мне нравится, что сейчас в моду вошли шопперы. Внутри она просто такая, как мешочек. Здесь идет маленький карман. И самое классное, то, что у нее есть такая пуговка, которой можно будет закрыть ее. Я, конечно, хотела бы еще себе шоппер на молнии. Но, возможно, чуть позже я его все равно куплю. Следующая сумка, которую я купила на пояс, это вот такая красная сумка с надписью Supreme. И она настолько красиво смотрится. Ну, скажем так, необычно. И так как я люблю поясные сумки, я решила дополнить свою такую небольшую коллекцию еще и вот такой сумочкой. У меня есть сумки абсолютно разных размеров. Но вот такой маленькой у меня не было еще никогда. И она мне нужна конкретно для того, чтобы я сюда положила просто камеру, телефон и карточку. Все. Ничего лишнего. Ее можно будет надеть как на шею, так и через плечо перекинуть. Очень удобная. Сейчас таких очень много в Корее. Она настолько милая и летняя, не знаю, она мне очень понравилась. Также я покупала себе вот такую соломенную шляпку. Единственное, что мне не понравилось, то, что после того, как я попала с ней под дождь, она у меня вот такая стала мягкая. Скорее всего, я ее не заберу с собой, а выброшу здесь. Хотя посмотрим. И также вы знаете, что корейские линзы одни из самых лучших. Поэтому пока я здесь, я решила купить их сразу себе много. Покажу вам только те, которые я купила в последний раз. Это вот такие оранжевые. Коричневато-оранжевый цвет. Сейчас на линзах очень красиво смотрится. И также вот такие вот серые. Sky Grey называется цвет. Тоже красивые. Я их не буду сейчас открывать, потому что до этого я уже открывала две новые пары своих линз. И также я купила себе вот такие серо-голубые, наверное, линзы, которые носят практически все кей-поп-айдолы. Из очков я купила себе вот такие солнцезащитные. Они очень круто смотрятся, потому что они в стиле 90-х. Это мне очень нравится. И они настолько яркие, то есть надевая их, уже образ становится каким-то таким, не знаю, женственным. Следующие очки, они такие немножечко спортивные. И они мне тоже очень нравятся. С белой оправой очень эффектно смотрятся. Несмотря на то, что сейчас очки в моде такие узкие и маленькие, мне все равно. Мне нравится вот такая оправа, поэтому я их купила. Ну и моя любовь. Это вот такие очки для зрения, но с очень крутой оправой. Как я их покупала, вы тоже сможете посмотреть в одном из моих видео с шопингом. Это настолько нежная и красивая оправа. Таких я еще не видела в наших оптиках, поэтому я решила не пожалею деньги, а возьму здесь хорошие сразу себе очки. Стало ужасно жарко, поэтому я здесь сижу, спасаюсь в перерывах вот таким маленьким витилятором, который, кстати говоря, тоже здесь купила. И давайте теперь приступим к конкурсу. В этом конкурсе будет три победителя, которым я отправлю вот эти вот классные призы. Первая это вот такая неоновая, яркая, розовая косметичка. Как раз на лето, мне кажется. Если вы поедете в отпуск, да или просто хранить косметику, что-то сюда положить, какие-то мелочи. Она мне очень понравилась своим цветом. И плюс ко всему она такая прозрачная, сейчас такой материал актуален. Поэтому я решила, что разыграю-ка я среди вас такую замечательную косметичку. Второе это вот такой вот блокнотик с символикой Сеула, Кореи. И мне кажется, что это очень актуально, потому что сейчас я нахожусь в Корее, и я разыгрываю именно корейские вещи. Этот блокнотик настолько милый, и мне кажется, что блокноты никогда не бывают лишними. И третий победитель получит вот такой коврик для мышки с изображением тоже Сеула, Кореи. И, кстати говоря, эти коврики очень удобные, потому что я покупала себе с другим рисунком и пользуюсь ими просто с удовольствием. Все, что вам нужно будет сделать, чтобы принять участие в этом конкурсе. Первое, это быть подписанным на мой канал. Второе, вам нужно будет в моем Инстаграм на мои последние пять фотографий поставить лайки. И третье, написать в комментариях под этим видео здесь на Ютубе свой ник в Инстаграм, и что же вы хотели бы получить. Допустим, косметичку хотели бы вы, или же коврик для мышки, или же хотите блокнотик. В общем, напишите в комментариях, что вы хотели бы получить из призов, и не забудьте обязательно написать свой ник. На этом все. Ждите видео с покупками косметики, потому что косметики, как вы поняли, у меня просто большое множество. И я обязательно сниму такое видео чуть позже, когда вернусь в Москву. Так что, если вам понравилось это видео, буду рада, если вы поставите пальчик вверх. И напишите внизу в комментариях, что из вещей вы хотели бы тоже, или что вам понравилось. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok